Как я уже рассказывала, после вторых родов, чтобы у меня было молоко, я очень разъелась, откровенно говоря. Вот это платье 44 размера, ну, можно сказать, на 42, но полногрудная, у меня большая грудь, она хорошо вошла. То есть, вот когда родила, до родов, нет, по-моему, когда родила, было куплено это платье, мне кажется, да. Естественно, влезть я в него не могла, сейчас в него влезла. Ну, на талии оно не очень уже симпатично, там сзади есть выточки, можно будет их убрать, и куда-то под пиджак, под жакетик объемный можно уже будет надеть. Но все равно я хочу вам сказать, что я никаких, не соблюдала никаких диет, просто придерживалась здорового питания, о котором буду рассказывать. И вот получается, что дочке 7 лет, мы пойдем в школу, вот спустя, ну, то есть я родила где-то, ну, скажем, 6,5 лет прошло, то есть не сразу я это стала наедать, через 5 месяцев, 4-5 месяцев, как она родилась, у меня стало пропадать молоко, муж меня, значит, откормил. Мы еще, помню, делали фотографию, короткая джинсовая юбочка, белая полупрозрачная маечка, я говорю, вот такой ты меня не увидишь, потому что я знаю, что я просто еще перед этим тоже ставила гормоны, и после этого тоже были уколы гипроспана, он тоже очень дико, на нем и грудь растет, и попа, и вообще невероятные жорты, начинаешь поправляться. Я к чему это сейчас вам все говорю, что просто наладив режим дня, питания, вы постепенно придете в форму, ну, пусть не в такую, которая была до родов, но, по крайней мере, в эстетическую, чтобы это эстетически выглядело. Женственную фигуру я хотела давно, и после вторых родов именно я ждала, что она станет женственная, но, конечно, исключением здесь является, что живот не должен выпирать очень сильно у женщин, вообще, если талия больше 80, то у нее будет очень много проблем со здоровьем, то есть нужно просто не резко себя в чем-то ограничивать, а, во-первых, постепенно, это как же вот бросать курить, пить, это все тоже нужно делать постепенно, и, самое главное, нужно перестать испытывать страх, страх и стресс, потому что многое в жизни мы заедаем. Если вы сказали себе, что сейчас на данный момент я вот это вот это не кушаю, так вы держите себя и не кушайте действительно. Прямо вот, ну, немножечко, может, если вот за столом чего-то хочется попробовать, но не обжираться, то есть вы не ели и не ели долго, а потом нажрались, после того я уже объясняла вам, как организм испытал голод. Он, я, кстати, все-таки какими-то не то что диетами, ну, пробовала день, допустим, два, да, что-то вот так вот, ну, мне больше подходило не есть практически или какие-то продукты исключать, но потом, когда я срывалась на эти продукты, вот, кстати, я уже за собой замечала, что у меня происходит это голодание, происходит вот это набирание жира, в частности, когда я наедала на молоко, но благодаря тому, что у меня очень хороший метаболизм, быстро я вообще могу за неделю на 5 килограмм поправиться, на 5 килограмм похудеть, ну, может, сейчас уже чуть подольше, но обычно так. Суть в чем, что я не стала сидеть ни на каких диетах, и целлюлит тоже от этого появляется, то есть просто мягенько, плавненько набрала вес, и что я самое-то главное поняла, мне 43 года, что после 40, даже уже после 35, похудеть очень сложно, я об этом, кстати, сказала своему мужу, что уже это гораздо все сложнее проходит. Вот, главное, успокойтесь, подберите систему питания, и вот видите, без всяких диет, просто на здоровом питании, я вошла в 44 размер, конечно, это туговато, это не так эстетично, я вообще просто в него, понимаете, влезла, это уже счастье, чудо и приятно. Все, всем удачи, терпения, успехов. Вот, самое главное, если уже сидели, конечно, на таких диетах, то тут уже будет очень сложно, срываться нельзя. Вот, срываться ни в коем случае уже нельзя, если вы сели там на какую-то жесткую диету, но еще раз говорю, а еще то самое главное, вот посмотрите, сколько лет прошло, и я начала восстанавливаться потихоньку. Не думайте, что вы просто наели за месяц, да, быстренько так, а потом спросите за месяц эти килограммы, нет, это будет постепенно. И для меньшего вреда для здоровья, я ведь очень сильно худела где-то до операции, до удаления желчного, но я уже питаться нормально не могла и после, а потом я все добрала, то есть все равно был какой-то дефицит, все-таки организм испытывал голод. Все, всех люблю, всем удачи!